Здравствуйте, дорогие жители нашей огромной, необъятной, любимой родины Республики Саха-Якутии. С вами Якутск и передача Якутск Сегодня. Сегодня за режиссерским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов Айдын, редактор нашей передачи Якутск Сегодня Светлана Вишнякова и приглашенный ведущий Юрий Семенов, руководитель Николая в Центре Библиотеки Архива Первого Президента Республики, научный сотрудник Академии Наук Республики Саха-Якутии. И мы в преддверии одного из самых ярких праздников, международных праздников, одного из самых признанных, старинных, первых международных праздников Международного Дня Защиты Детей, который празднуется с 1950 года по большому требованию Всемирной Организации Женщин 49-го года, мы завтра, 1 июня, будем отмечать этот замечательный летний праздник. И в преддверии этого праздника мы пригласили на нашу передачу Якутск Сегодня уважаемых гостей, разрешите их представить. Это Максимова Зинаида Семеновна, кандидат философских наук, директор Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Зинаида Семеновна, приветствую вас. Здравствуйте. И наша дорогая, уважаемая, давно уже работающая коллега Зинаида Елизавета Юрьевна Семенова, заведующая ресурсным отделением по ранней помощи Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Елизавета Юрьевна, сердечно вас приветствую в студии нашей передачи. Спасибо огромное, Юрий Валентинович. Мы, дорогие телерадиослушатели, сегодня хотим поговорить о наших детях, о нашем будущем. Это праздник, когда мы должны задуматься, именно что мы сегодня делаем в отношении защиты наших детей, что мы понимаем под защитой детей. А когда мы говорим вообще о детстве, мы говорим, соответственно, о будущем. Давайте начнем с того, что такое вообще немножко детство. Вот если немножко с предыстории взять, то почему этот праздник возник, то мы коллегами обсуждали об этом. Раньше ведь до советского периода в царской России, темные времена, так скажем, для детства, дети трудились по 12 часов в день в шахтах, работали в полях и так далее. И именно вот оберегая, что именно детство является стимулом развития, что это определенный период развития человека, когда он развивается умственно, интеллектуально, духовно и так далее. И вообще все в будущем будет связано именно с его детством. И поэтому я не зря пригласил вас сегодня обсудить, потому что ваш центр занимается именно вот с детьми самого раннего, так скажем, периода жизни. Зимея Семеновна, скажите, пожалуйста, вот такой большой республиканский центр для детей и подростков с ограниченной возможностью здоровья, при Министерстве труда и социального развития республики. Центр построен на средствах РОСА нашей республики, целевого фонда будущих поколений. Чем занимается ваш центр? Чем живет и какой вклад в развитие детства вы привносите? У нас центр в этом году, мы отмечаем 5 лет работы нашего центра. Поздравляю! Да, мы открылись в 2018 году, и мы помним, 18 января мы приняли первых 40 детей, и работников у нас тоже было 40 человек. С тех пор, конечно, у нас время прошло, и на сегодня к нам ежедневно проходит 200 детей и 200 родителей. Наше немножко отличие, что мы детей отдельно от родителей не реабилитируем, и мы считаем, что первое, конечно, кто нуждается в реабилитации или в коррекции здоровья или поведения ребенка, это родители. И главное, вот где ребенок находится, где он растет, и возмужает, это, конечно, семья. Если мы когда открывались, было у нас 2 отделения, сегодня у нас уже 5 отделений, и работников тоже стало чуть больше. Есть разработаны нами 25 программ по разным нозологиям и по возрастным группам, по пяти нозологиям. И за 5 лет мы реабилитировали уже более 10 тысяч детей. 10 тысяч детей прошли через... А скажите, пожалуйста... Это не только детей, еще и более 10 тысяч родителей. Всего 20 тысяч человек. А вот какие основные направления, аспекты, кто к вам попадает? Да, самое главное надо понимать отличие. И вот все путают нас то ли с больницей, то ли с детским садом или школой. А у нас социальная реабилитация. А что это такое? Вот социальная реабилитация, вот социум, да, общество. И надо человека научить жить в этом обществе. Когда этого не получается, то очень плохо и отдельной личности, или обществу, когда люди друг друга не понимают. Это же мы знаем. Есть даже такое нарушение в развитии ребенка. Слышали, наверное, про аутизм, да? И все отмечают, что в последнее время стало очень много таких детей. Но чистых аутистов, конечно, мало. Поэтому есть такой термин расстройство аутистического спектра. А как спектр он очень большой и разный. И поэтому двух одинаковых детей с этим нарушением не бывает. Но что одинаково, это, наверное, трудности в общении. Трудности адаптации в обществе. То есть мы должны социально адаптировать человека. Еще бытовая адаптация у нас идет. Скажите, пожалуйста, получается, ваш центр, он прежде всего занимается, ну, как из названия, реабилитацией. То есть воспитанием, скажем, да, чтобы в обществе человек мог полноценно жить. А вот приходят с определенными нозологиями, с определенными проблемами. И вот какими выходят? Это самый главный вопрос. Во-первых, лечится и исправляет это все у нас в учреждениях здравоохранения. А мы учим адаптировать. Если вот, допустим, человек плохо видит, должно быть доступной среда, все слышали, наверное, да? Адаптированно. Ну, среда – хорошо. А человек же должен тоже сам адаптироваться. Уметь вот с этой тростью, уметь ходить, говорят, это трость продолжение, даже зрение и продолжение руки человека, к которому он ориентируется. Глухой человек тоже, опять-таки, видим, везде вот висят красные лампы, если там какие-то тревожные или еще что-то. Тоже доступная среда везде есть. Есть жистовая речь. Ну, с другой стороны, слухопротезирование очень хорошо развито. Да, сейчас такие шикарные цифровые слуховые аппараты есть, кахлярные импланты есть. Но этому вот, чтобы пользоваться, надо научить человека. Это есть реабилитация, это есть восстановление. То есть надо восстановить, если оно утеряно, да? Или вновь создавать вот эти социальные навыки, компетенции. Чтобы человек мог полноценную жизнь, ребенок прежде всего, и семья его полноценно жить. Это есть социальная реабилитация. Да, вот это на самом деле огромное счастье, если нас слышат, видят наши родители. В каждом уголке нашей республики это абсолютно бесплатно. Государственный заказ нашей республики, Министерство труда и социального развития, еще раз запомните, пожалуйста, название. Это республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в городе Якуск. Огромное, прекрасное, светлое, доброе здание, где я был много раз, где очень добродушно, хорошо встречают с разными проблемами. Программа логопедии, проблемами психологической диагностики, коррекции, физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, арт-терапия, социально-бытовая адаптация и многое-много другое. А откуда берут направление, чтобы попасть в ваш центр? Направление дает по месту жительства управление социальной защиты. Управление социальной защиты. Там уже на Новый год всем делятся коды, и по этой квоте люди там стоят в очереди. Как раз вот какие нарушения начали причислять. Да, вот я по 25 программ говорила. Это вот по пяти ведущим нарушениям, то есть на залоге. Это нарушение опорной двигательной системы. Там все, наверное, слышали ДЦП, вот его знают. Да, и разные бывают там костно-мышечные нарушения. Нарушение зрения, тоже там много видов. Нарушение слуха, рисевые нарушения и ментальные нарушения, куда, к сожалению, входит под расстройство аутистического спектра. И делимся еще на пять групп. Ранняя помощь – это от нуля, от рождения до трех лет. Дальше от четырех до семи, от восьми до десяти, от одиннадцати до тринадцати, от четырнадцати до семнадцати. До семнадцати лет. Видите, какой огромный спектр работы у вас есть. Да, и каждому вот разные программы. Безусловно, в зависимости от возраста, проблем, с которыми приходят. Мы сказали, есть ранняя помощь. Мы давно занимаемся в республике с внедрением. Мы одним из лидеров являются по внедрению ранней помощи. Благодаря вашему центру, лично вам, Зинаида Семеновна, Елизавета Юрьевна. Хочется сказать, что наукой доказано, что именно раннее выявление, до трех лет, это возраст самый такой важный, когда до трех лет выявленная определенная проблема, достаточно хорошо, так скажем, реабилитируется, восстанавливается. Потому что ребенок до трех, до семи лет имеет огромный потенциал развития. Скажите, пожалуйста, вот какие основные принципы ранней помощи, как обнаружат, где это сделать, что может сделать родитель и так далее. Вот ваш центр и наша совместная лаборатория, детство, созданное целевым фондом будущих поколений, при поддержке нашего федерального университета, Академии Новокреспублики, совместно с Московским университетом, выпускает большое количество методических журналов, абсолютно бесплатно. Вот расскажите про раннюю помощь. В чем заключается его суть, аспект, Елизавета Юрьевна? В настоящее время в ранней помощи широка концепция первые тысячи дней жизни. Она включает в себя 270 дней, когда мама вынашивает беременность, и первые два годика жизни ребенка. Суть этой концепции лежит в том, что именно в этот период головной мозг ребенка, он развивается, как вы сказали, очень динамично. Он может ежесекундно организовать до 1 миллиона нейронных связей. Поэтому очень важно не упустить этот момент. И если заранее, своевременно выявить нарушение, то можно уже к 3-5 годам ребенка нормализовать. Это ученые наработки, это опыт практиков. То есть это уже доказанное. Например, какие, так скажем, патологии развития можно обнаружить родителям хотя бы, и как это диагностировать хотя бы. И вообще, как диагностировать? К нам приходят дети от 0 до 3 лет, независимо от наличия инвалидности. Дети, у которых есть какие-то темповые нарушения развития, или ограничения здоровья, или малыш родился недоношенным, или есть беспокойство у родителей, что у него что-то не так. То лучше уж показаться, пойти к своему неврологу, педиатру. И в том числе есть хорошие методические пособия, где мы представляем вам, где, например, есть нормы развития ребенка от 1 до 3 лет. И вот очень важно представить, что в 3 месяца ребенок должен делать, как в 5 месяцев, мы говорим, ребенок должен голову держать, уметь поворачиваться, произносить какие-то звуки, реагировать на какие-то звуки. Потому что мы порой даже до полутора лет не обнаруживаем глухих детей. Ну, лежит себе ребенок маленький, лежит, лежит, как-то особо не реагирует. А ведь он не получает огромное количество информации для развития мозга. На сегодня глухота же диагностируется в роддомах. Вот это очень важно. Но всегда есть и в деревне, в глухой деревне, где и педиатров нет, и врачей нет. Поэтому здесь от родителей, мы обращаем внимание, дорогие телерадиослушатели, пожалуйста, вот именно родители, семья, это самый главный наш, так скажем, помощник, самые главные люди в развитии своего ребенка, во всех его аспектах. Скажите, пожалуйста, вот очень хорошо вот наш центр, столица нашей республики, но у нас огромная территория, огромное количество населенных пунктов. А вот как вы работаете с улусами? Есть ли ваше представительство или партнеры ваши? Зелия Семеновна. С улусами, конечно, безусловно, мы работаем. Это первое то, что вот говорили они по квоте к нам, со всех улусах приезжают. Это одно, это сложно, конечно, они приезжают всего на 21 день, но могут приехать два раза в год. Но это все равно маловато, поэтому мы родителей очень много консультируем. А по ранней помощи, да, дети маленькие, как вы, Елизавета Юрьевна, говорила, если какие-то есть вдруг тревоги у родителей, вот, поэтому... Сколько у нас, 21, да? Да, бронхах. 21 опорные, вот, по ранней помощи. С улусами работаем. Первое время даже несколько улусов мы снабдили оборудованием. Потом обучили специалистов. Сколько у нас было это по количеству? По количеству. За три года в рамках лаборатории детства мы обучили 60 специалистов. Это глубокая, большая переподготовка. Да, это переподготовка. А также и семинары проводим. Постоянно. Да, и конференции проводим. Много разговоров именно со специалистами. И также выезжаем по улусам. Вот, были в нескольких улусах там. И диагностировали детей, и с родителями встречались. И, конечно, консультировали. Мы открыты, мы еще рады больше открываться. Да, это очень важно, дорогие телерадиослушатели. Возможно, вот у нас слушают и улусы, и селы администрации. Вот наш республиканский центр, он открыт. Обращайтесь, приходите, устанавливайте диалог. И готовы обучать кадры. Готовы проводить повышение квалификации, переподготовку. Работать с детскими садами. Именно что было с раннего возраста здесь. Вот, хотелось бы все-таки узнать, какие тенденции сегодня у нас есть, когда мы говорим о здоровье детей. Что сегодня преобладает? У нас больше здоровых детей, или какие-то проблемы у нас есть? Ну, хочется верить, конечно, что больше здоровых детей. Наверное, так и есть. А так как мы профессионально работаем с детьми-инвалидами, с детьми с ограниченными возможностями здоровья, к сожалению, сегодня более 6 тысяч детей, 6700 с чем-то детей. В республике. В республике детей с инвалидностью. Кроме того, есть и дети с ограниченными возможностями здоровья, которые отстают в своем развитии и чем-то отличаются. Их много. 6 тысяч по сравнению с другими периодами. Много или мало? Ну, вот периодами идет. В 2015 году, так как я давно работаю, ввели, давали инвалидность детям с нарушением речи, потому что это идет ограничение жизнеспособности, так как ограничиваются коммуникативные возможности человека. Также человек не может адаптироваться к жизни, если он не может ходить, не может видеть, не может слышать, а также, когда не может говорить, то же самое получается. И во время ковида, конечно, там освидетельствований было мало, подтверждали там ежегодные, да. Поэтому вот в 2022 году тоже как бы скачет. Ну, статистика увеличилась. Да, без статистики, к сожалению, приходит. Но вот ранняя помощь, и я как давно работающий специалист считаю, что это очень перспективное, вот самое надежное направление, да, воспитание ребенка. Вообще следить за здоровьем и за развитием ребенка надо раньше. Вот скажите, пожалуйста, Елизавета. А мы рады всегда помочь. Очень хорошо. Елизавета Юрьевна, вот какие ваши рекомендации по ранней помощи и в детских садах, возможно, и у родителей? Вообще для благополучного развития ребенка всегда имеется два фактора. Это социальный и физиологический. Это о том, что ребенок родился здоровый, что у него хороший уход, хорошие условия, полноценное питание и одновременно заботливый уход. Заботливый уход, он включает в себя пять компонентов. Ну, это, как я сказала, полноценное питание, это очень важно. Потому что, как доказано опять-таки учеными, недостаток того же железа в первые два годика жизни он очень сильно снижает функцию мозговой деятельности. А потом дефицит догнать практически невозможно. Поэтому мы теряем старт, такой хороший старт для нашего ребенка. Это, конечно же, безопасная среда. Это когда с ребенком разговаривают, когда его чувствуют, когда отвечают на его потребности. Ну, и, конечно же, играть. Ну, вообще нет ничего такого прямо сверхсложного. Это простые человеческие условия. Да, надо общаться с ребенком. Знаете, я все время нашим родителям говорю, вот ребенок родился, и он где-то полтора-два месяца начинает отличать и ясно видеть. Вначале у него там все распространяется, что это хорошо. Да, ему хорошо. Потом он также начинает четко слышать. И тогда он должен видеть мирно, красиво общающихся людей. Он пока сам не может. Да. Вот, дорогие радиотелезрители, пожалуйста, самое главное, любить ребенка, это не просто его баловать, это заниматься с ним, это развивать его, это общаться с ним и наблюдать, как он развивается. Дорогие телерадиослушатели, скоро мы перейдем на рекламу, не уходите. А дорогим нашим гостям Зинаиде Семеновне, Елизавете Юрьевне, вашему большому республиканскому центру для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, которые выходят от вас, наверное, уже намного, с большими компетенциями, чтобы жить и развиваться в нашем большом мире. Желаю больших успехов, удачи. Любите свою работу, развивайтесь. И всего самого вам доброго. Оставайтесь с нами, скоро вернемся в Дефир. Еще раз, дорогие друзья, мы приветствуем вас со столицы нашей родной республики, города Якутска. С вами передача «Якутск сегодня». Сегодня за режиссерским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов-Айдын, редактор Светлана Вишнякова и я, приглашенный ведущий Юрий Семенов. Мы сегодня в преддверии Международного дня защиты детей говорим о детстве, о будущем, какие они сегодня, современные дети, как их понимать. И самое главное, что мы должны, взрослые, сделать, чтобы защитить будущее наших детей. Ведь в нашей стране, в нашей республике детство всегда было одним из таких вопросов, которые в приоритете и у государства, и общества, и всего нашего народа. И у нас сегодня в гостях Марфа Ивановна Дедюкина, доцент кафедры дошкольного образования Педагогического института Колыбели нашей Якутской интеллигенции Северо-Восточного федерального университета, кандидат педагогических наук. Приветствую вас. Здравствуйте. И Иванова Мария Кимовна, тоже доцент кафедры дошкольного образования Педагогического института нашего Северо-Восточного федерального университета, кандидат педагогических наук. Доцент Мария Кимовна, приветствую вас. Добрый день. Вот мы с нашими предыдущими гостями говорили о здоровье детей, о реабилитации детей. А вот мы с вами вот уже на протяжении пяти лет по поддержке Целевого фонда будущих поколений нашей республики, на средства Алроса, при поддержке нашего Северо-Сочи федерального учета, Академину и по инициативе нашего первого президента Михаила Фимовича Николаева реализуем большой проект под названием «Растем с Якутией». Вот он направлен на изучение детства. Скажите, пожалуйста, вот что именно в этом проекте, как вы, коллеги, что делаете, что из себя представляет этот проект? Такое название «Растем с Якутией». Да. Спасибо, Юрий Иванович. Я несколько слов расскажу о нашем проекте. Это большой исследовательский полномасштабный лонгитюдный проект «Растем с Якутией». работает в рамках проекта «Растем мы вместе». Начал свой старт в 2019 году. Действительно, это такой большой проект, способный, скажем, не побоюсь этого слова, запустить механизмы продуманного, скажем, изменения детства в лучшую сторону. Почему? Потому что в первую очередь мы исследуем психическое развитие детей, в частности, развитие когнитивных навыков, когнитивное развитие детей. А это есть регуляторные функции детей дошкольного возраста. И по мнению очень многих ученых, ведущих ученых наших, современных ученых, регуляторная функция в первую очередь – это умение планировать, умение ставить цель, умение соподчинять свое поведение мотивам седьмиминутным. То есть в таком аспекте он является, скажем, предиктором, очень большим предиктором успешного обучения в школе. Также можем сказать, что она является, ну, в большей степени, да, как бы оказывает очень большое влияние на социальную и академическую успешность, развитие ребенка в целом и в будущем. Это действительно лонгитюдный проект, потому что, когда мы начинали, мы брали детей пяти-шестилетних детей, да, то есть это дети старшего дошкольного возраста. Но в прошлом году, в этом году также мы их прослеживаем в динамике. То есть в прошлом году мы брали еще и первоклассников, в этом году мы еще брали и второклассников. И, как я уже говорила, он получил свой старт в 2019 году. Проект он работает, скажем, под руководством наших ведущих ученых Института факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова, да, и также курируется Российская академия образования. Когда вот в 2019 году как раз наш ректор с Юрием Ивановичем вы подошли и предложили нам, мы под руководством нашей заведующей кафедрой, да, доктором педагогических наук Антониной Фанасьевной Григорьевой прямо эту инициативу одобрили и начали очень хорошо сотрудничать с вами, да. В начале 2019 года у нас, в принципе, не очень большая география, скажем, была, да. Это в основном были центральные районы, город Якутск, в охвате было всего 14 детских садов, но мы сейчас географию расширили. Это постарались охватить, скажем, все зоны нашей республики, начиная с арктических зон, заканчивая южными населенными пунктами, да. И насчитывается на сегодня около 48 дошкольных организаций, в том числе 50 педагогов-психологов в рамках этого проекта прошли переподготовку квалификации и также повышение квалификации, что как бы является очень даже полезным и отрадным вообще вот в области образования. Вот, Марфа Ивановна, вы сказали, что мы изучаем уже на протяжении 5 лет огромное количество, и самое главное, мы сегодня изучаем современного ребенка, как он развивается. Он, безусловно, другой, чем ребенок 20, 30, 10 лет наш, потому что он живет совершенно в других социокультурных условиях. Сегодня интернет влияет по-другому, вот они в ютюбах сидят, телефонах, гаджетах, это все влияет. И, конечно же, мы сегодня замечаем, что очень большое количество времени дети оторваны от родителей, они сидят в телефонах и так далее. Но, тем не менее, вы можете сказать, какие особенности сегодняшних детей, какой вот их портрет, Мария Акимовна? Как вы правильно сказали, Юрий Иванович, эта проблема является такой самой актуальной и является предметом изучения для психологов, ученых многих стран всего мира, и в России, и в нас, в республике, особенно. Изучая вот все фундаментальные исследования, можно сказать, что современный ребенок, он совсем другой. Мы живем совсем в другой эпохе, эпохе цифровизации, что, конечно же, очень сильно отразилось на наших детях. Говоря о положительных сторонах наших дошкольников, я хочу сказать, что они, наши дошкольники, очень любознательные, очень активные, очень свободные. Они не терпят никакого насилия, они свободны в выборе и могут, они не боятся взрослых, они могут сказать, подойти, сказать просто на «ты». Но, тем не менее, можно отметить такие черты, как, например, слабое физическое здоровье. Об этом уже говорили наверняка наши предыдущие гости. Следующее, как вот то, что физическое здоровье все равно сказывается на психическом развитии ребенка, поэтому это, конечно, все равно отражается на произвольности поведения ребенка. А вот произвольность поведения, она прямо связана с развитием речи. Поэтому сейчас большая проблема – это то, что наши дети, у многих задержка речевого развития, и многим нужна помощь логопеда. К сожалению, это нужно отметить. А речь – это, прежде всего, самая главная функция, высшая функция психики. Конечно, это вот речь и мышление, они прямо со своими связаны. Поэтому то, что с чрезмерное увлечение вот этими гаджетами, что ребенок очень много и долго у нас смотрит телевизор, это все сказывается на его развитии речи. У людей наблюдается бедная речь, словарь на запасах, хотелось сказать, и задержка речевого развития часто тоже можно встречать. Также проблемы со связанной речью. Ребенок, наш дошкольник, может много говорить, если он говорящий. Много говорит, но нечетко. Поэтому это тоже является такой проблемой. Важный момент. Важно вовремя обратить внимание, вовремя подойти к специалистам и так далее. Кстати, очень важный один из нюансов, дорогие коллеги, вот я хочу всем нашим зрителям сказать, что удивительно, но факт, что дети, живущие с бабушками, с дедушками, они имеют больше регуляторные способности. Правда ведь, да? Это мы доказали, потому что там больше общения, там больше диалога, там больше взаимных отношений. И что удивительно, дети, живущие с дедушками, они еще больше развиты. Для меня это было одним из удивительных фактов. Да, это очень интересный факт. Очень интересный факт. Почему, да? Может быть, авторитет дедушки, хотя дедушки, наверное, менее многословны в отношении бабушек, но тем не менее. Поэтому мы призываем бабушек, дедушек активно, еще раз активно вовлекаться в воспитательный процесс своих детей. И, конечно же, родители, кстати, одним из той же особенностей, родители, которые безработные, их дети тоже оказались более, скажем, развитыми, простыми словами, чем те люди, которые уделяют, то есть работают, то есть уделяют меньше внимания. Это еще раз доказывает не то, что надо быть безработным, а то, что доказывает, что надо уделять больше внимания ребенку. Это значительно разница между детьми, у которых большое общение и меньшее общение. И вот, Мария Кимовна, вы затронули вопрос физического развития. Наше исследование, также совместно с Мединститутом, Людмила Германовна Марина возглавляла это большое исследование. Я хочу обратить большое внимание. 23% детей в трехлетнем возрасте имеют ожирение. Это страшная картина. Это вот такое состояние, как я. Вот сидят тучные ребята. Это в будущем может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой, эндокрильной системы. А к 6-7 годам эта цифра даже увеличивается до 30-27% в зависимости от того или иного района. Это вызывает большие... Каждый, получается, третий, пятый ребенок имеет лишний вес. Это очень большая проблема. Это питание, это активность. Поэтому обратите родителей внимание на это. И это, безусловно, играет развитие на его общем когнитивном развитии. Какие еще интересные выводы, коллеги? Ну, я хочу добавить то, что сказала Мария Кимовна. Вообще наши дети, они живут в очень уникальной среде. Мы ее называем полингвальной образовательной средой. Многоязычная, простые слова. Да, многоязычная среда образовательная. Наши дети в равной степени очень хорошо с рождения знают, говорят и на русском языке, и на якутском языке. И наши исследования, которые мы проводили, они доказывают то, что именно эта особенность очень хорошо, оказывается, влияет на регуляторные функции. Они очень хорошо контролируют, в первую очередь, переключаемость внимания. Во вторую очередь, они очень хорошо контролируют свое поведение. То есть они осознают, осмысливают свои действия. Это очень важный аспект. И прежде всего, это выражается в том, что сдерживающий физический контроль у них тоже на высоком уровне. Ну и, конечно, следовательно, и, скажем, уровень интеллекта тоже выше. 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 Чем одноязычные дети. У одноязычных детей. Здесь вот я хочу тоже обратить большое внимание. Мы заметили, что дети, говорящие на родном якутском языке и на русском языке, то у них и когнитивные, умственные, так скажем, по прощевому способности намного выше. И они решают задачи, тесты и так далее, которые зрители могли видеть, как мы это проходили. Они намного выше. Но есть такой момент немножко медлительный. Есть же такие моменты были. Да. Можно сказать, те дети, которые, скажем, обучаются, проходят обучение на якутском языке и в большей степени воспитываются в якутской среде, у них эмоциональная сфера, например, ниже, ниже ли чем, который воспитывается, ну, скажем, в русской среде. Это наша особенность. Это наша особенность. Это наш менталитет. Что еще хочу добавить, то, что вот тоже, как сказали про современных детей, сейчас вот век гаджета, скажем, электронных устройств. К сожалению, по опросам, по результатам опроса родителей, по результатам анкетирования, наши дети больше времени проводят за электронными устройствами, нежели чем в других регионах. Да. Почти в два... Именно в нашей республике. Почти в два и даже в три раза больше в каких-то моментах. Ну, конечно, это обусловлено в первую очередь нашими климатическими условиями. Да, действительно, в 50 градусов с ребенком на улице не пойдешь гулять. В основном они дома сидят, да. И тем не менее, вот этот фактор, вот это явление, все-таки она обращает внимание на то, чтобы родители на это обратились, скажем, очень такого вот... То есть занимать детей все-таки немножко другими видами деятельности. И еще один интересный факт, который мы с вами обнаружили, это наши родители очень мягкие. По сравнению с московскими, даже Ленинградской области, не говоря об Осетии, Дагестане и так далее. Это тоже, на самом деле, с одной стороны, хорошо, что есть уважение к ребенку и так далее. Но с другой стороны, все-таки родитель должен быть безусловным авторитетом. У родителей должны быть принципы, что вот сегодня я могу разрешить, завтра нет и так далее. Такого быть не должно, потому что мы в анкетах с вами более чем тысячи родителей. Каждый год мы с вами исследуем, 500 и так далее. Родители это же показывают, что... А что смотреть ребенку? Ты сам выбирай, во что играть? Сам выбирай. Это неправильный подход. Родитель должен строить будущее ребенка, да. Другое дело слышать голос ребенка, что он хочет, что он хочет реализовать, что-то он хочет рассказать, какой-то проект он хочет сделать, какой-то домик хочет построить. Это совсем другое. А вот уж полную свободу давать, это неправильный подход с точки зрения воспитания, педагогики. И родитель это безусловный пример. Даже есть такое понятие взрослый для ребенка, это высшее божество на образу и подобию, которого он подражает и так далее. Какие еще интересные, удивительные факты, Мария Кимовна, есть? Вот я хотела немножко сказать про среду. Ну, вообще в психологии существует проблема такая, именно что является более главной движущей силой психического развития ребенка. Естественно, это наследственность и среда. Наследственность – это то, что родители передают нам нашу тип темперамента и так далее, какие-то способности. Но именно сейчас исследование показывает, что очень большую, где-то 80-90% создают именно условия. Условия – это среда. Это среда, это, конечно же, наши родители. Для ребенка взрослый человек, как вы правильно сказали, это безусловный идеал. Это то, кому подражает ребенок. И, конечно, здесь в наших условиях цифровизации, когда очень много в Ютубе, очень много яркой информации и так далее, ребенок больше своего внимания туда уделяет именно в просмотре каких-то гаджетов, каких-то мультфильмов, взрослый не должен терять именно свой авторитет. Он должен быть все равно оставаться источником знаний и, в первую очередь, источником любви. Потому что, ладно, все передается, но у ребенка есть душа. Душа мамы, душа папы ребенку не передается. Душу надо воспитывать. И вот это воспитание должно именно идти в процессе непосредственного общения. Не опосредованного, не гаджетами, не какими-то там смайликами и так далее, как у нас сейчас очень много происходит, а именно вот в процессе вот такого душевного общения. Поэтому я бы хотела пожелать родителям, чтобы они как можно чаще... Конечно, сейчас очень такое динамичное время, когда родители очень заняты, они очень активные, дети с ними как будто бы рядышком. Но есть такой феномен детско-родительского отчуждения. Вроде бы, находясь рядом, нет такой единой темы, когда ребенок с мамой разговаривает, общается и так далее. Поэтому я бы хотела пожелать, чтобы родители как можно больше уделяли внимание, общались со своими детьми. Спасибо большое, дорогие наши гости, уважаемые телерадиослушатели. Мы хотим всем пожелать преддверия Международного дня защиты детей, чтобы вы уделяли больше внимания своим детям. Любовь к детям – это труд с детьми, это не все дозволенность, это именно трудиться, воспитывать их и так далее. Дорогие наши гости, я желаю вам большого успеха. Я очень рад, что наш кафедр дошкольного образования во главе с профессором Антониной Афанасьевной Григорьевной проводит очень глубокие фундаментальные исследования. Желаю вам больших успехов. А вам, дорогие телерадиослушатели, желаю вам больших успехов, радости. Пусть наша родная и любимая Якутия расцветает и живет, и улыбается так же, как наши дети каждый день дарят нам светло и добро. Счастья, успехов, до встречи! Счастья, успехов, до встречи!